Подергивание конечностей при засыпании. Это явление отмечается у 70% населения нашей планеты. А вот точные причины феномена пока не установлены. Правда, ученые, как всегда, готовы предложить нам несколько теорий на этот счет. Ряд исследователей полагает, что это реакция случайного характера, вызванная некоими сбоями нервной системы, при переходе от состояния бодрствования в сон. Такой переход осуществляется организмом не мгновенно. Физиологическое состояние сменяется постепенно. При этом происходит их наложение друг на друга, состояние полусна. Такие моменты сигнал нервной системы отправлены в последние секунды бодрствования и вызывают невольное подергивание. По другой теории, подергивания остались в тех времен, когда предок человека жил на деревьях. И такой рефлекс предотвращал падение светок при погружении в сон. Почему так трудно выбросить трубку от туалетной бумаги? Многие люди постоянно забывают выбросить картонную трубку от израсходованной туалетной бумаги. Неужели причина исключительно в лене? Ученые выдвинули гипотезу, что причина кроется не столько в разгильдяйстве, сколько в том, что замена туалетной бумаги на новую не имеет никаких стимулов. И от этого действия человек обычно не получает никакого вознаграждения и не ощущает внутреннего удовлетворения. То есть проблема заключается в отсутствии мотивации. Неуместный смех. Нередко желание смеяться возникает в совершенно неподходящей ситуации, при печальных или торжественных обстоятельствах. На самом деле это не проявление бесердечия или неуважения. Просто организм человека посредством смеха пытается избавиться от напряжения и эмоционального давления. Очарование психопатами. Значительное число людей испытывают влечение к разным мрачным жутким вещам и явлениям. В частности, психопаты разного рода, которые то и дело мелькают в различных телешоу, документальных и художественных фильмах, вызывают сильный интерес у населения. На сегодня существует несколько объяснений этого феномена. Первая теория предполагает, что истории о психах, не связанных моральными и общественными нормами поведения, позволяют человеку мысленно встать на его место, виртуально сбросить с себя груз обязательств, освободиться от ответственности. По второй теории, причины кроются в животной сути человека. Психопаты являются своего рода хищниками. Их поведение напоминает нам о тех временах, когда каждый человек был охотником, и им руководили звериные инстинкты выживания, проявлять которые в цивилизованном обществе затруднительно. Чувство неловкости при молчании. Некоторые люди настолько не переносят тишину, что готовы заполнять разговорами каждую секунду времени. Да и большинство людей ощущают неловкость при затянувшейся паузе в беседе. Остановки в разговоре заставляют нас думать, что контакт не получается, и что мы не представляем интереса для собеседника. Если же диалог протекает гладко, без пауз, то этим как бы подтверждается наш статус в социуме. Сплетни. Любителями собирать и распространять сплетни традиционно считаются представительницей слабого пола, но и мужчины не без греха. Причина склонности к сплетням – это желание установить социальные связи с окружающими людьми. Сплетни сближают собеседников, так как предложение поделиться конфиденциальной информацией демонстрирует доверие, может развеселить и внести свежую струю в рутинную повседневную жизнь. Любовь к грустным фильмам. Большинство людей считает, что и в реальной жизни хватает всякого рода неприятностей и проблем. Но на этом фоне кажется странным, что эти люди обожают в свободное время смотреть грустные мелодраматические фильмы. Причина в том, что чужие беды, которые человек видит на экране, заставляют больше ценить свое счастье и находить позитивные моменты в своем положении. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки и оставляйте комментарии под видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!